Добрый день, друзья! Сегодня у нас пианино Беларусь. Вот аббревиатура здесь 60 выбита, серпомолот. Это по всей вероятности 77 год, то есть было сделано к 60-летию Великого Октября. Что произошло? В общем-то это часто очень явление, когда мыши проникают у нас в пианино, вот и вот модератор. Одна женщина-мама, владельца этой инструмента, она помогла мне, вот мы взяли, так, где у нас вот, да-да, вот штанишки были детские, да, вот, ну вот такую баечку подобную, которая у нас на глушителе стоит, сняли, и она аккуратно, вот то есть если с этой стороны показать, вот как было съедено, да, она аккуратно, вот, отступая по полсантиметра где-то, прошила недостающую часть, потому что в противном случае, когда модератор опускается в третий педаль, вот эта средняя, да, получается, что часть будет бить молотков по этой заглушке демпферу, вот, а части они будут оставаться, то есть заниматься, чтобы не мешать никому не представляется возможным. Почему мы не стали все это отдирать, потому что здесь функционально сильно толщина не повлияет на глушение, ну, а вот здесь, значит, басовая часть, как выходит, ну, малая октава, здесь мы вот это вот сделали аккуратно. Сейчас я покажу, как мы ее смонтируем и продемонстрирую, как. Значит, смотрите, вот там у нас штырь садится на основную стойку, да, мы аккуратно заводим в самом инструменте, очень аккуратно здесь тоже, чтобы не повлиять. Вот немножко ее, как, вроде, видите, я немножко, как, вроде, ее расправил, да, вот эти вот фикурки, потом уголки у нас, уголки вот эти. Вот это нужно завести вот за эту часть, да, вот я опять же попал в посадочное место и потихоньку вот там внизу, я что делаю, я вот этот штык беру на педаль на среднюю, вот я ее нажимаю и надо мне ее сейчас, чтобы сделать, попасть, надо отжать рукой правой, ну, вот отжать вот это вот на себе и вот, я не знаю, там видно тебе, да, что вот тык села, может, отсюда подсказать. Вот видишь, сейчас мы вот, вот этот вот штырь, вот, вот, теперь у нас вот можно показать наверху, вот он у нас, вот эта часть, которая поврежденная была, так сказать, в вставочке. Теперь я беру отвертку, отвертку и очень аккуратно до конца, вот зафиксированный, левый и теперь правый. То есть, модератор для чего нужен? Если мы живем в коммунальном жилье, чтобы не мешать соседям, тогда нам нужно заниматься, мы его используем. Причем, вот как нужно использовать модератор. Сейчас я, смотрите, нажимаю на педаль и обязательно в это условие нужно завести его, чтобы вот он упал, сейчас и зафиксируется. Вот у нас, видите, отремонтированная часть, кучится. Видите, не отличается у нас сильный звук. А вот теперь я ее забираю. То есть, я хоп и поднял. Видите, вот теперь полноценные звуки звучат. И опять опустил и налево, что зафиксировал. Так что, если вы можете сами, есть мужчина в доме, да, снять вот эту рамочку, если у вас вот так мыши поточили, просто она сбилась. То есть, возможность такая, молоток, молоток, когда бьет, 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 он может одну разбить. То есть, либо вы вот такую уже найдете, как мы показали уже, баечку, да. Баечка, где она у нас? Ты села? Вот такую вот баечку найдете, похожую. Ну, сколько она здесь? Может быть, полмиллиметра, 0,6, 0,7. Вот так как-то ее ставите и аккуратно, вот так, нет, не спеша, с малым шагом, растягаете. Будет возможность у вас, значит, делать модератор. Что вот он? Видите, он грушится у вас. Все, вы уже играете. Видите, как он? Вот, чините свои модераторы. Занимайтесь творчеством. Вот еще я хотел сказать такую вещь. Вот ни в коем случае, когда дети особенно, вот, начинают им вот так делать. Во-первых, он расшатывается, он там на штанге, вот на этой, в которой ходят рабочие. И, может быть, вот здесь тоже не держаться. Поэтому, еще раз показываю, если нам надо заниматься, нажали до упора вниз и зафиксировали его налево. Только так. Спасибо за внимание. Встретимся на ютубе.